Рогозин Павел Иосифович Совокупность совершенства Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Послание к Колосинам, глава 3 стих 14 Глава 15 Любовь и милосердие Не стало милосердия на земле. Михея, 7 глава Что такое милосердие? Это милое сердце, проявляющее себя в делах и подвигах любви. Милосердие – это любовь в действии, пользующаяся всяким случаем быть полезной людям, оказавшимся в той или иной беде. Такова натура любви. Любовь милосердствует. По словам Христа, всякое доброе дело есть милосердие. Дать чашу воды жаждущему, указать незнакомцу путь, глядя в печальное лицо страдальца, улыбнуться ему сочувственно – все это милосердие. Милосердие – одно из лучших украшений христианской жизни. Но украшение не материальное, которое одевают в особые дни, в исключительных случаях, а украшение духовное, которое украшает истинного христианина постоянно. Оно излучается через выражение лица, милые глаза, приятную улыбку, нежные слова, искренние чувства, оказанную помощь и жертвенное служение. Милосердие охотно и с радостью откликается на призывные вопли страдальцев. Оно смело спешит в кромежную тьму зла, неверия и безбожия, спешит к сидящим во тьме и тени смертной с ярким факелом человеколюбия. Милое сердце всегда отзывчиво, щедро и самоотверженно. Оно не щадит ни времени, ни денег, ни здоровья, ни самого себя. Для спасения другого милое сердце, не задумываясь, рискует жизнью. Встретившись лицом к лицу с нуждающимися, милосердие действует сразу, безотлагательно, помятуя слова Писания «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его». «Не говори другу «пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе»» Притча 3 глава Милосердие не только плод Святого Духа, но один из божественных атрибутов, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Иакова 5 глава Милосердие – одна из характерных черт возрожденного христианина. Божья любовь, если она действительно излилась в сердца наши Духом Его Святым, непременно поведет нас к несчастным и будет милосердствовать. Милосердие полезно не только тому, кто пользуется его заботами, но и тому, кто проявляет это милосердие. Милосердие делает сердце милосердного блаженным, счастливым, ибо так сказано «Человек милосердный благотворит, творит благо, душе своей. Кто милосерд к бедному, тот блажен». Поэтому Господь призывает нас к милосердию, говоря «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Притча 11 и 14 глава, Луки 6 глава Милосердие – это рука любви, которой Бог желает, чтобы мы пользовались постоянно и неустанно. Бог говорит «Все, что может рука твоя делать по силам, делай. Длань свою открывай бедному, и руку твою подай нуждающемуся». Екклесиастам 9 глава, притчи 31 глава. С великим прискорбием надо заметить, что по многим причинам у многих христиан рука милосердия бездействует. У одних рука эта давно вывихнута и не на своем месте, у других парализована, ампутирована, атрофирована, отсохла. Христос встретил однажды такого человека. Случилось войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Рука – орган осязания, но если она сухая, она ничего не чувствует, ничего не воспринимает. В данном случае она может служить нам символом духовной бесчувственности. Заметим, что не обе руки, а только одна, и при том правая рука была утрачена. Правая, самая деятельная, способная и крайне нужная, выбыла из строя. Рука, предназначавшаяся для полезного, незаменимого служения себе и другим, теперь бездействует. Рука несчастного, как мы видим здесь, не была ампутирована, она отсохла и беспомощно свисала вниз вместе с таким же мертвым и бесчувственным правым рукавом. Вы скажете, какая печальная картина. Картина эта становится еще более плачевной и трагичной, когда духовная рука христианина становится сухой, бесчувственной и безразличной к людским нуждам. Какое жалкое зрелище. Все у человека нормально, кроме сухой руки, которую он не в силах протянуть, не только в целях милосердия, но даже для обычного дружеского приветствия. Пощадите, нельзя же всем помочь, вопят обычно сухоруки и поэтому никому вообще не помогают. Индийские факеры в знак какого-то зарока своему богу поднимают руку вверх и держат ее в таком состоянии до тех пор, пока она не способна уже не сгибаться, не опускаться. Отсутствие движений нашей руки милосердия приводит ее к такой же атрофии духовной. Как же избавиться нам от такого духовного уродства? Христос повелевает сухорукому «протяни руку твою». Это же повеление относится ко всем духовно сухоруким. Протяни твою руку прежде всего к Богу. Протяни ее со слезами покаяния. Протяни за благодатным помилованием и возрождением свыше. Протяни ее за даром Святого Духа, Духа Любви и всякого милосердия. И ты сможешь протягивать твою руку милосердия всем страдальцам. Мы говорили о милосердии и благотворительности в индивидуальном порядке. Но не менее сухорукой оказывается иногда и наша общественная благотворительность. Концерты, лекции, вечера с благотворительными целями собирают довольно крупные суммы. Но что остается от них после покрытия всех расходов по их устройству? Гоголь писал, «Большей частью случается так, что помощь, точно какая-то жидкость, несенная в руке, вся расплещется по дороге, прежде чем донесется и нуждающемуся приходится посмотреть только в сухую руку, в которой ничего нет». Порою кажется удивительным, что люди стараются милосердствовать по разным своим соображениям и ложным мотивам. Один, желая добрыми делами заслужить себе спасения и избежать адских мучений, другие из гордости, стараясь создать себе репутацию благотворителя и тому подобное. Какое заблуждение! Слово Божие имеет мало утешения для таких людей, говоря, «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». 1 Коринфянам, 13 глава. Слово Божие говорит, «Не творите милостыни перед людьми. Пусть левая рука твоя не знает, что творит правая. Просящему у тебя дай, а от хотящего занять у тебя не отвращайся. Благотворите ненавидящим вас». Наблюдайте, как вы благотворите. Можно охотно дать просящему, но несоответственно данной нужде и несоразмерно возможностям жертвователя. Один богач имел обыкновение давать всем жертвователям мелкую монету, как говорят, на чашку чая, тогда как фактическая нужда заключалась в уплате за квартиру или нечто в этом роде. Мы говорим здесь об уродливых формах светской благотворительности. «Но справедливость требует добавить, что по причине беззакония во многих охладела любовь. Охладевшее сердце с остывшей любовью и сухой рукой – таково духовное состояние многих современных верующих. Страшно подумать, что мы доживем еще до тех скорбных дней, о которых пророчествовал Михей, говоря, «Не стало милосердия на земле». В мире и в церкви множество протянутых рук, ожидающих помощи физической, материальной, психологической, духовной. Но что они получают? Нередко протянутые руки повисают в воздухе или, что еще хуже, получают вместо рыбы шею. Вспоминается стихотворение Лермонтова. «У врат обители святой стоял просящий подаяния, бедняк иссохший, чуть живой, от глада, жажды и страдания. Куска лишь хлеба он просил, и взор являл живую муку, и кто-то камень положил в его протянутую руку». Вслед за молитвой Господней, Отче наш, Христос сказал поразительную притчу, которая характеризует три отношения к чужой нужде. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели. Не могу встать и дать тебе». Луки, 11 глава. В этой притче мы видим три действующих лица, три друга. Один друг с дороги зашел, другой не предвидел этого, и нечего было предложить ему, а третий имел все, но не желал встать и дать другу. Первый друг в чужом доме, второй под чужим окном, третий на постели у себя дома. Первый друг, зашедший неожиданно, характеризует состояние блуждающего грешника, человека, нуждающегося в духовном хлебе. Он зашел с дороги, с какой дороги? Слово Божие отвечает. Все мы блуждали, как овцы, каждый, совратившись на свою дорогу. Исайя, 52 глава. Пренебрегший путем Божиим, путем прямым, святым, узким и тернистым, каждый из нас совратился на свою собственную дорогу. Зашел к другу случайно, неожиданно, так как иной раз люди попадают на собрание, где проповедуется Слово Божие. Зашел в полночь. Этой полночью могло оказаться духовное банкротство в личной его жизни, и надо было подумать о вечности. Этой полночью могло быть современное состояние мира. Люди начинают духовно прозревать и воочию убеждаться в том, что на мировых часах полночь. Второй друг, принявший зашедшего, характеризует состояние сердца духовного христианина. Двери его сердца открыты для нуждающихся во всякое время, даже в полночь. Он не уклоняется от помощи страннику под тем предлогом, что ему нечего предложить. Усадив зашедшего, он спешит к соседу и просит, «Дай мне взаймы, я возвращу тебе с избытком». Причем он проявляет поразительное знание людских нужд. Он просит взаймы три хлеба. Не хлебом одним будет жить человек. Он нуждается в хлебе для тела, души и духа, в хлебе жизни. Я ес им хлеб жизни. Третий друг характеризует духовное состояние плотского верующего, состояние духовной спячки. Христос повелел, идите по всему миру, но это повеление его не касается, он на постели. Состояние эгоизма «я и дети мои», «я и они», этими двумя круг его забот ограничивается и ответственность исчерпывается. Состояние замкнутости двери уже заперты. Состояние духовной расслабленности «не могу встать». Состояние бесчувственности «не могу дать тебе». И, наконец, странная просьба «не беспокой меня». Эту своего рода молитву нам приходится слышать чуть ли не ежедневно. «Не беспокой меня твоими духовными вопросами, собраниями, беседами, литературой, библиями», – просят неверующие люди. «Не беспокой меня какими-то церковными обязанностями, ответственным духовным служением, сборами денег на разные вопиющие и неотложные нужды дела Божия», – «бросят нас христиане». В эти последние дни сердца некоторых христиан настолько очерствели, что если бы сам Христос посетил их и сказал «се, стою у двери и стучу», то и тогда они ответили бы изнутри «не беспокой меня, двери уже заперты и дети мои со мною на постели, не могу встать и открыть тебе». Как жалко, что некоторые христиане перестали уже ожидать второго пришествия Христа и забыли, что именно в полночь раздастся крик «жених идет, выходите навстречу жениху». Слово Божие призывает «встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Проснись, получи от Христа новый приток силы, новый избыток любви и милосердия. Жертвенно любви и милосердствуй, доколе он придет. Наша бессмертная душа должна быть магнитной стрелкой, постоянно устремленной к небесному полюсу. Стрелка эта может быть выведена из равновесия, уклониться на мгновение вправо или влево, но тут же снова стремительно потянуться к Богу любви, к источнику всякого милосердия и сострадания. В день страшного суда вечная участь человека определится его отношением к людям, которое безошибочно определяет его характер. Милосердие к нуждающимся окажется верным подтверждением факта. Обитала ли любовь Божия в сердце человека или ее не было? Было ли проявленное имя милосердия к людям плодом Святого Духа или результатом плодских мотивов и соображений? Итак, милосердие и сострадание к людям положено в основу божественного правосудия. Мы привыкли подразделять человечество на множество названий, народов, рас, классов, партий, организаций и групп. Христос делит на страшном суде только на две группы – на праведных и нечестивых, на имевших Духа Святого и не имевших Его, на проявлявших в жизни своей любовь Христову к людям и не проявившим ее. «И соберутся пред Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Здесь на земле все люди вместе. Там Он отделит плевелы от пшеницы и мякину от чистого зерна». По словам Христа, праведники будут удивлены, услышав о том, что они совершили для Него нечто значительное. «Когда же мы видели Тебя и накормили, напоили, приняли, одели, посетили?» Проявление своего сострадания и любви к несчастным они рассматривали обычным для себя делом. «Когда же?» Любовь не помнит сделанного кому-то добра и не подсчитывает своих дел, подвигов и жертв. Ей всегда кажется, что она ничего еще не успела сделать или сделала, но не так много, как хотела бы. Нечестивые, напротив, будут крайне поражены тем, что Христос рассматривает их ничего не сделавшими для Него. Они с изумлением спрашивают, «Когда мы не послужили Тебе? Как это могло случиться, что Ты не заметил нашего постоянного служения? Ведь мы всю жизнь старались быть честными, аккуратными в соблюдении праздников, постов и обрядов, были щедрыми к нищим, не пропускали торжественных богослужений и т.п. Особенно трудно будет переживать свое разочарование тем, которые совершали какое-то духовное служение и в своих собственных глазах были великими людьми. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея, 7 глава. «Я никогда не знал вас. Никогда не видел вас среди людей, каявшихся во всех грехах своих, скорбящих и сокрушавшихся о допущенных ошибках, жаждущих помилования, Духа Святого и обновленной жизни. Вы делали многое, но не то, что мне угодно. Вы проявляли большую активность, но без любви и милосердия». Апостол Павел пишет, «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Коринфянам, 13 глава. Чрезвычайно важно добавить, что этот принцип суда, которым Христос здесь пользуется, исключен из всех религий мира. Все другие религии обычно учат, что Бог осудит и накажет только тех, которые были жуткими злодеями, безбожниками, негодными людьми. Но если ты не попал в их категорию, тебе нечего бояться. Но Христос выносит людям приговор вовсе не за то злое, какое они сделали, а за то доброе, какого они не сделали. И так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне, говорит Христос осужденным. В Царство Божие, вечное Царство Любви, войдут только те, в чьих сердцах уже царит любовь Божия и милосердие Христова. Таков закон совершенный, закон любви. Тот, кто не способен проявлять милосердие к другим, сам не заслуживает милосердия. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Матфея, 25 глава. Таково Божественное правосудие. КОНЕЦ ГЛАВЫ КАПЛИЦ СОТА СЛУШАЙ И НАДИДАЙСЯ КАПЛИЦ СОТА